Всем привет! Меня зовут Егор Тверетинов, я уже за рулем, а значит мы начинаем программу Эх, дороги! Прямо сейчас отправляемся в наш заснеженный город, чтобы посмотреть, что же на наших пермских улицах сегодня не так. Поехали! Так, первая точка, куда мы сегодня приехали, это улица Анвара Гатаулина без привязки к какому-либо конкретному дому. Вроде на первый взгляд и дорога почищена, и в принципе неплохая, но мы же помним, что наша программа не только для автомобилистов, но еще и для пешеходов. А сейчас мы находимся на тротуаре, и местные жители жалуются о том, что здесь нет фонарей. Так, в принципе, оно и есть, ни одного фонарика на тротуаре нету, деревьев много, темнее сейчас достаточно рано. В чем еще проблема? Отсутствие освещенности, как мне кажется. Обычно тротуары прилегают вплотную к проезжей части, и свет от проезжей части так или иначе попадает все-таки на тротуар. Но не в данном случае. Здесь посажена такая аллея. Я думаю, что примерно метров 7-10 здесь до проезжей части, и до фонарей, которые ее освещают. Поэтому пешеходам света не достается. Думаю, что нужно на это обратить внимание, и, пожалуй, поступают. Поступают они регулярно, потому что улица достаточно длинная, деревьев еще раз говорю, что здесь много, а вот искусственного освещения не имеется. Нужно обратить на это внимание. Уехали мы не очень далеко от улицы Анвара-Гатаулина на многострадальную улицу Хлебозаводскую. Ну вот. Ну вот. Время сейчас далеко не час спит. Сейчас время ровно, кстати, полдень. Здесь уже собирается достаточно такой плотненький затор. Не назову это пробкой, но заторчик уже образуется. Почему? Все причины известны всем железнодорожные переезды, которые сделаны очень некачественно, и приходится водителям сильно снижать скорость. Пойдемте посмотрим. Только хотел сказать, что пути практически не используются, как тут же выехал локомотив. И увидели ситуацию. Водитель черного немецкого автомобиля, благодаря, наверное, хорошей звукоизоляции, просто не услышал, что едет состав и, соответственно, не пропустил. Проблема в чем? Проблема в том, что помимо знаков на железнодорожном переезде не установлены никакие дополнительные световые информационные таблички. Светофоры, так их обозначим. Вот ситуация наглядная. Мне кажется, нужно все-таки для этого тоже обратить внимание. Ну, а мы все-таки уже пройдем к самим нехорошим переездам. Ну, вот посмотрите, фактически идет на всем этом узле идет пересечение автомобильной дороги примерно с четырьмя или пятью, по-моему, железнодорожными ветками. Но вот особое внимание я бы хотел уделить именно вот этой вот. Водителям приходится сбрасывать скорость практически до нуля. Такая же история идет на следующем переезде туда, ближе к улице Куйбышева. За счет этого пропускает способность улицы, сильно снижается. И, честно говоря, в час пик на различных интернет-навигаторах, интернет-порталах улица Хлебозаводская сверится реально бордовым цветом. Но все дело в том, что скорости на переездах не хватает. Вот на это и нужно обратить внимание. Ну что ж, на сегодня у меня все. С вами была программа Эх, дороги. Аккуратней, пожалуйста, передвигайтесь по городу. Сегодня погоды не самые благоприятные для водителей стоят. Но обязательно соблюдайте правила дорожного движения. Смотрите на знаки, не гоняйте. Ну и всего вам доброго. Пока.